Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Старстебом Онлайн. Посмотрим новый облик нашей конюшни, почитаем еще несколько парочку новостей, ну а также поговорим о том, что, а вернее кто, ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Онлайн, в том числе и рус-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Не удивляемся, я не поменяла кардинально персонажей, я просто изменила прическу. Уж больно захотелось вспомнить свой старый образ, ведь именно с этой прической, с этим ингредиентом, только старой версией, я постоянно каталась по юрику. Так что захотелось немножечко поностальгировать, даже взяла фрезика, но фрезики не просто так, это отдельная отсылочка. Но давайте начнем с самого главного, самой крупной новости данного обновления. Нам изменили облик нашей конюшни, но это лишь первая стадия обновления, так как в сентябре разработчики обещают уже расширенные обновления по изменению, а вернее кастомизации нашей конюшни. Но давайте же посмотрим, с чего все началось. Отправляемся на конюшеньку. Вот мы оказались у нас на конюшне, и мнения по поводу ее обновления разделились. Первые жалуются, что конюшня стала слишком темной, и кажется, что свет как будто бы потух, и на конюшне всегда полумрак. Я, если честно, согласна с этим мнением, мне тоже здесь очень темно, и, кстати, сейчас вообще нету разницы, какое время суток за окном ничего не меняется. Это очень непривычно, то есть даже свет, лучи света без изменений остаются. Мне кажется, оттенок света в конюшне стал более холодным, из-за чего, опять же, все выглядит более мрачным. Но давайте посмотрим поближе. У нас изменился пол, он стал более детальным, более текстурным, и выглядит достаточно объемно. У нас улучшили также текстуры дерева, железа, всего-всего-всего этого остального. По-моему, немножечко обновили расположение сеточек и ведер относительно некоторых дневников, но мне кажется, я могу ошибаться. Нет, по-моему, все то же самое. Мы можем помнить, что до этого в старой версии конюшни, будем называть ее уже так, мы могли увидеть, что вот эти вот сеточки с сеном висят двойные, и ведра тоже были двойные, потому что как раз таки отображались вот эти новые версии этих самых аксессуаров на конюшне. Мне, в принципе, все нравится, но ни оттенок и ни свет, ни оттенок древесины, ни ощущения. То есть, действительно, конюшня стала какой-то очень мрачной и не в хорошем смысле. То есть, если бы она была бы черная, с бордовыми переливами, как будто вампирская академия, я была бы только рада, но на аккаунте с вампиршей. Здесь же я все-таки предпочту старую версию конюшни, которая была более яркая, более насыщенная, более красочная. Но об этом немножечко чуть попозже я покажу, как можно слегка изменить оттенок и сделать ее немножечко похожую на старую версию конюшни. Дальше зона душа, она никак, по-моему, не изменилась. А если изменилась, то это какие-то маленькие детали, бортики, по-моему, были. Ведро с губкой, не помню, кстати, по-моему, не было. Было просто ведро. Шкаф, по-моему, остался прежним. Здесь тоже, кажется, было. Но, в принципе, ничего не поменялось. Мне кажется, стол поменялся со стульчиком. И поменялись шкафы. Тут много детализации добавилось. Щетки, всякие мази, крема. Но самая большая детализация застала нас в коморочках. Это вот здесь. Вот здесь теперь очень много ведер. Вы посмотрите, какой класс! Какая классная система хранения! Вон даже разный корм, наполнители. Как будто маленькие кукурузочки. Классно! Если здесь еще можно будет выбирать корм для вашей ложи, то это будет вообще прекрасно. Морковка, сено, яблоки! А можно это прямо вот отсюда брать? Пожалуйста! Столько всего! Ведерки с водичкой. Ведро, ведро пустое. Еще пустые ведра. Губочки лежат. Лежат. То есть теперь тут много всего шваброчка стоит. И вот давайте в амуничник зайдем. Наконец-то новая амуниция на наших вот этих крючках. Место хранения для седел. Все новенькое, все блестящее. А главное, что, по-моему, у меня даже все эти седла есть по факту. Дальше у нас еще вот такая стойка с вольтрапами. И эти вольтрапы тоже у меня есть. Потом крючки с уздечками. Но вот тут, кстати, уздечки относительно не самые новые есть. То есть вот с таким старым железом. Самые новые тут только вот эти вот хакаморы, по-моему, они называются. И все. Самых новых уздечек здесь не повесили. А вот этот шкаф, ребята, он вызывает полнейший восторг. Здесь тоже лежит вольтрап. Стоит табуреточка. Вестернские сапоги. Сумки. Да посмотрите, какие гигантские. На лошади они такими большими не смотрятся. Корзинка с бинтами, похоже. А это как будто бы рулоны кожи. Губка. 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 Крючок. Щетки. Бинты. Причем бинты такие уж больно, знаете, рулонные. То есть как будто бы даже бочонок какой-то, а не бинты. И я не знаю точно, как называется. Знатоки вы напишите, скажите все сами. Пшикалки, видимо, с чистящим средством. Может быть для лошади от насекомых. Может быть для амуниции. Я не знаю, я об этом не разбираюсь. Но сам факт, оно здесь есть. Тачечка, лопаточка. То есть тут прям по полной программе все детализировано. Кто-то даже начал впервые замечать окна над вот этими верхними ярусами для хранения стогов сена. Нет, они были здесь всегда. В общем, такие вот изменения в конюшне. И все. Больше ничего не добавили, не изменили. Именно что касается конюшни. У меня, конечно, цветовая гамма на мониторе немножечко не такая, какая должна быть в идеальном виде. Но для меня она слишком темная. И я посмотрела фотографии с телефона, с планшета. И все-таки, да, конюшненька темновата. И что я делаю для своего личного ноутбука, чтобы сделать восприятие этой конюшни чуть-чуть получше. Почему? Потому что изменения, а точнее дополнения по кастомизации нашей с вами конюшни будет лишь в сентябре. Сейчас лишь начало августа, поэтому и ждать еще целый месяц. Целый месяц сидеть и ждать, когда нам добавят расширение, новые цветовые гаммы, наверное. Господи, добавьте, пожалуйста, черное дерево, белое дерево, темное дерево, такое матовое и темное яркое дерево. И желательно вообще добавьте еще старую версию конюшни по оттенку. Очень хочу. Прям очень-очень-очень хочу. Так, да и в принципе, кстати, еще и разный вид, чтобы вот были решеточки, двери, чтобы вообще можно было разбежаться и насоздавать здесь кучу всего. Так, что же в итоге я делаю, чтобы сделать повриятнее себе конюшню? Я увеличиваю яркость. Даже нет, я чуть-чуть ее уменьшаю. Контрастность делаю чуть побольше, совсем чуть-чуть, и добавляю насыщенности. Вот так вот. Да, вот такие вот примерно настройки. Жалко, нету циферок, но, ребятушки, на глаз смотрим и запоминаем приблизительно. И вот теперь в моих личных глазах, на моем мониторе, не знаю, как на видео. На видео тут сейчас, наверное, все достаточно яркое. Но вот так вот меня конюшня радует больше, чем без этих настроек. Но есть одно большое но. Вам придется выходить из конюшни, и окружающий мир станет слишком светлым и ярким по отношению к предыдущей базовой, скажем так, его настройке. Ну, давайте все-таки выйдем. Функции, кстати, здесь остались прежними. То есть у нас два выхода, два входа. А вот, кстати, интересно, если я выйду через ту дверь, я окажусь на втором выходе из конюшни фермы Стива или нет? Прям очень интересно. Но, если что, мне нравится, как лошадки смотрятся в новой конюшне. Прям очень нравится. А, нет. Не работает. Ну, а теперь игра у нас в Ирви Глаз. Давайте здесь зайдем. Я, кстати, никогда не понимала, зачем здесь этот вход. Через него можно, в принципе, сено завозить. Но в итоге я оказываюсь все равно на главном входе. Лошади смотрятся очень красиво. Очень классно. Особенно лошади третьих поколений. Вторые теперь слишком выделяются в не самом хорошем смысле. Они уже совершенно не подходят к этим доникам. Но все равно смотрятся достаточно уютно. И, по-моему, добавилось очень много детализации на двери, на воротах. Но пока что есть еще больше косяков. Давайте я их продемонстрирую на Лайтуша. Какие же у нас есть косяки. Лошадь не идет за вами из доника. Это раз. Но на этом я не закончу. Потому что теперь специально даже я проверю на великолепном лорде. Лошадь, в принципе, не хочет за вами идти на территории всей конюшни. И мне даже интересно, насколько далеко я могу отойти, чтобы у меня сбросился этот повод. Но у меня такое чувство, что он не сбросится никогда. Ну, похоже, что да. Такое, такой баг только на конюшне. То есть в открытом мире лошадь за вами идет нормально. И все с этим хорошо. Вот только на конюшне. К сожалению. Да. Так что, возможно, будут еще чинить, исправлять, подкручивать. Может быть, отламывать, отвинчивать. И даже не глядя по сторонам, не смущаясь. Это все, что касается конюшни. Мне приходится сбрасывать настройки, потому что на улице слишком становится вырвиглазно. Итак, какие же у нас еще есть новости? Фриска, лошадь третьего поколения, переехала в деревушку полумесяца. Давайте же мы проверим, как это выглядит и где, в принципе, это находится. Потому что по названию не все иногда понимают, куда нужно ехать. Деревушка полумесяца. Так, вот мы и приехали в деревушку полумесяца. У нас день сменился на закат вечерний. Все-таки время суток уже у меня в реальной жизни совсем не утро и совсем не день. Вот здесь теперь у нас стоят фризики третьего поколения, вместе с юрвикской, чистокровной, вместе с кнапструперами. И, если честно, я в очередном возмущении, почему такую шикарную породу не поставить бы в Нью-Хиллкест. Там бы она смотрелась прекрасно, просто замечательно. Нет, они почему-то решили поставить ее сюда, в самую, я считаю, далекую точку по продажам лошадей. То есть диколесия и то, мне кажется, больше посещают, чем деревушку полумесяца. Так что запоминаем, ребята. Все эти лошадки продаются здесь. Они не удаляются, не переносятся пока что, пока что на рынок. Я надеюсь, что их еще долго не будут удалять. Но кнапов вообще хотелось бы обновить по-хорошему. Но то, что фризы здесь, это, конечно, да, очень жалко. Но тогда, получается, где же будут стоять новые фризы? А новые фризики будут продаваться на месте старых. А вернее, вместо фризиков третьего поколения. И меня это в очередной раз возмущает. Почему нельзя было сдвинуть породу наполовину? И у нас бы стояло здесь два разных фриза. На одной стороне юрвикский фриз. На второй стороне просто фризка лошадь. Которая, кстати, будет стоить 950 СК, если я не ошибаюсь. Вот здесь они будут продаваться. Около Ярлохейма остановка фермы Санфик. Или остановка Ярлохейм. Так что, вот такие вы делишки. Но на этом новости не заканчиваются. Не прошло и 13 лет, хвастаются нам разработчики, как они обновили главное меню на Windows и Mac. Ключевые элементы, текст крупнее, кнопки заметнее. А главное, оно красивое и современное. Давайте же посмотрим на это красивое меню. Вот так оно выглядит. Я прям по полочкам хочу повозмущаться. Потому что реально я буду возмущаться. Почему каждый раз разработчики, когда меняют что-то в интерфейсе, они не могут это сделать комплексно. То есть на определенную категорию. Или вообще на все. С каких это пор Star Stable Online стала в приоритете использовать бежево-коричневые оттенки. Я не спорю, я очень люблю эти оттенки. Это оттенки моей организации по сосочному конному спорту. Но откуда они взялись здесь, в главном меню? Причем, когда вы нажимаете на любую из этих клавиш, настройки, у вас выскакивает темная, синяя, голубая, старая, как бы и то, а даже нет. Она тоже новая, относительно новая настройка. Вы хотите нажать на помощь, у вас открывается то же самое темно-синее, голубое окошко. Причем еще с присутствием старого текста с темно-синей обводочкой. Управление, то же самое. Создатели, те же самые, просто синий фон со всеми создателями. Позвонить для вызова, то же самое окошко. Ну и выход там, понятное дело, выход нажимать не будем. Почему у вас рюкзак остался в той же самой тематике? Почему карта все еще в этой же тематике, в этой же рамочке? Почему у вас везде темно-синий, голубой? Хотя я всегда раньше мечтала, я думаю, как и многие, что ССО все-таки из-за своего бело-розового логотипчика будет в приоритете продвигать нежно-розовые оттенки для оформления. К сожалению, оказалось, что нет. Так почему вот здесь, откуда вы взяли эту цветовую гамму, но не было ее нигде в помине? У вас магазин темно-синий, голубой с белым. У вас все темно-синий, голубой с белым. Почему? Откуда вы это вытащили? Я прям не понимаю. Я возмущаюсь не просто как какой-то приходящий мимо игрок, а элементарный человек, который 4 года отучился в художественном колледже, и которого просто строили по линейке, когда во время создания проекта, макета, да и не важно чего, то есть любого дизайнерского проекта, вас тюкали, во-первых, за составление цветовой палитры для этого проекта, и чтобы все, что вы делаете с ним связанное, было выдержано в тех цветах, которые вы выбрали. То есть если вы взяли холодную гамму, придерживайтесь этой холодной гаммы, взяли какую-то определенную, не знаю, цветовую палитру, придерживайтесь и не добавляйте ничего лишнего. Так вот, вот именно поэтому я сейчас и возмущаюсь, что почему среди всего этого холодного, темно-синего и голубого моря, у нас резко появилось теплое, бело-бежево-коричневое меню, которое они называют еще очень красивым. Я не спорю, выглядит симпатично, но не в стилистике нынешних рамок и оформлении интерфейса. Да, так что Яна возмущалась, конечно, могу продолжать еще возмущаться на эту тему, но я просто и вправду не понимаю, откуда иногда они берут такие выпиющие, не смотрящиеся друг с другом стили, идеи и дизайны. Просто не понимаю. Ну а кто же ждет нас на следующей неделе? Дорогу обновленным фризам. Как интересно, что разработчики в новостной ленте написали, что они обновленные фризы, хотя изначально всем везде и всюду утверждали, что это не обновление третьего поколения, это отдельные новые фризики. А в итоге сами же сейчас их и называют обновленной версией. Очень странно. Отдельное видео по реакции на данных лошадок, которые выйдут уже на следующем изделии, ждите в следующем видосике. А на этом все, обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам больше всего понравилось, а что больше всего возмутило. Будет интересно почитать комментарии ваши на тему грядущих лошадок, на тему нового возмутительного для меня меню, ну и в принципе, как вам первый этап обновления нашей конюшни. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Ой, ну как меня возмущает эта менюшка, я прям не могу. Мой преподаватель, наверное, бы в гробу перевернулся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!